МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Бюджет с плюсом. Кабинет министров Чувашии рассмотрел поправки в главный финансовый документ. Трудотерапия. В Алатарском районе работает альтернативный исправительный центр при колонии-поселении. Большая помощь маленькому другу. В Чебоксарах пройдет благотворительная ярмарка бездомных животных. Бюджет республики этого года увеличен на 6 миллиардов рублей. Образование, здравоохранение, строительство социальных объектов в приоритетное направление, куда поступят дополнительные средства. Изменения в главном финансовом документе республики рассмотрели сегодня на заседании правительства республики. Это первое изменение в бюджете года. Согласно главному законопроекту, доходы казны на текущий год увеличиваются на 6 миллиардов и составят 67 миллиардов рублей. Приоритеты расположились таким образом, что средства в первую очередь направят на реализацию национальных региональных проектов. Это дополнительное финансовое обеспечение медорганизаций. Но это связано прежде всего с коронавирусной ситуацией в рамках реализации территориальной программы медицинского страхования. 760 миллионов реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. и 332 миллиона реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Это 1,9 миллиарда укреплений материально-технической базы образовательных организаций, более миллиарда благоустройства дворов, территорий, стимулирования жилищного строительства, дороги 176, 142 миллиона укреплений материально-технической базы муниципальных детских школ искусств, учреждений культурно-досугового типа музеев физкультуры и спорта. Значительно увеличивается объем средств, направляемых в местные муниципальные бюджеты, в том числе и на поддержку инициативного бюджетирования 482 миллиона рублей. Модернизация ожидает и учреждение образования, причем подход будет комплексный. Это уже не только состояние внутри школы детских садов, это в том числе и территория. Это асфальт внутри школы, это освещение, это пешеходные переходы, это спортивные снаряжения, которые должны стать, футбольные поля, которые должны быть на территории. В детских садах по-прежнему актуальный вопрос стоит веранд. И вот тот стандарт модернизации, который подготовлен и который сегодня профинансирован при уточнении бюджета, он включает в себя именно эти виды работ в том числе. Кардинальному изменению будут подвергнуты 28 детских садов, 42 школы и 2 здоровительных лагеря. Существенную поддержку получат и Агропром Республики. Средства пойдут на поддержку сельхозтоваропроизводителей, модернизацию производства, выплату субсидий фермерам и на развитие перспективных направлений сельхозкооперации. Финансирование отрасли в итоге составит в целом в 2021 году более 2,4 миллиарда рублей, то есть с ростом за последние два года более чем на 23%. Основные направления это на обновление техники для аграриев. Мы дополнительно получим более 171 миллиона рублей. Предусмотрено также средство на поддержание молочного животноводства. Специалистов высокого уровня готовить будут в школе фермера. На это выделены 150 миллионов рублей. Разумеется, в бюджете заложены средства и на дорожное хозяйство 307 миллионов. Финансирование сферы физкультуры и спорта увеличивается на 309 миллионов рублей. В планах построить стадионы в Ядрине, в Порецком, в селе Яльчике и футбольные поля в Козловке, в Урмарах. Кроме того, 11 объектов спорта в муниципалитетах реконструируют. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В районах Чувашии подводят итоги социально-экономического развития муниципалитетов за 2020 год. О результатах работы отчитались органы власти Комсомольского и Яльчикского районов. Сельское хозяйство является базовым для экономики Комсомольского района. Основные направления – молочное скотоводство, производство зерна и картофелеводство. Начинающие фермеры активно участвовали в грантовом конкурсе с символичным названием «Агростартап». Старт для многих оказался действительно успешным. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил 100%. Лошади у нас были, но мы решили на семейную ферму грантовую записаться. Записались, все. Дали нам около 5 миллионов сельскохоза бюджетных средств. Свои где-то 40%, общие 8 миллионов 300. Мы строили ферму и купили лошадей. На сегодняшний день у нас 112 голов. Желание есть производство организовать. Благодаря местным инициативам в прошлом году в районе удалось реализовать 32 проекта, направленных на развитие общественной инфраструктуры. Выполнены работы по благоустройству дворов и тротуаров. В рамках модернизации и развития сферы ЖКХ произведен капитальный ремонт 10 источников водоснабжения. В непростое время органы власти нашли возможность поддержать многодетные семьи пожилых людей и малообеспеченных. В социальной поддержке за 2020 год охватено 39% численности населения района. Помощь государства получили 9390 человек на общую сумму более 196 миллионов рублей. В Яльчикском районе социально-экономическая ситуация прошлого года, несмотря на ограничительные меры, характеризовалась ростом оборота организации розничной торговли и общественного питания. Закуплено 152 единицы техники для сельскохозяйственных предприятий. В рамках национального проекта здравоохранения в 2020 году построен 13-й ФАП в районе в деревне Новая Орланово. Особое внимание здесь уделяется сфере образования. В семи образовательных организациях района к началу учебного года заменены окна. Также проведен капитальный ремонт детского сада «Солнышко» и школы высшего спортивного мастерства имени Ордальона Игнатьева. Внутри здания этот пол полностью заменен на монолит. Он переоборудован под занятия тяжелой атлетикой и гиревым спортом. Заменена вся сантехника, окна все утеплены, все новые двери. И также произведен косметический ремонт этого здания. Мы очень надеемся, что у нас здесь вырастут будущие чемпионы республики России. На совещании подняли вопрос и о росте заработной платы. Средняя заработная плата в экономике в целом и в агропромышленном комплексе ниже, чем в среднем по республике. Здесь, конечно, нам нужно чуть потянуться. Хочу напомнить, что методика одна. Зарплата социальных работников сегодня зависит от зарплаты в среднем по экономике в Чувашской республике. Поэтому, чтобы поднять зарплату социальщикам, скажем так, надо поднимать зарплату, поднять зарплату. И, ну, прежде всего, работникам агропромышленного комплекса. Задача на 2021 год – сохранение и дальнейший рост достигнутых показателей, реализация инвестиционных проектов и развитие туризма на территории района. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Сегодня заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Казань Фаридином Насриевым. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве. Узбекистан по итогам 2020 года занимает третье место среди стран СНГ, куда экспортируется продукция чувашских товаропроизводителей. В 2020 году экспорт агропромышленного комплекса из Чувашии в Узбекистан составил почти 158 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, 70 тонн картофеля. Взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено. У нас большая работа по организации системы гарантированных поставок свежей плодовочной продукции. У нас, в принципе, сейчас идет от поля до прилавка, использованием зеленого коридора. Уже эта работа ведется нашими предприятиями. Также реализуется проект по созданию оптово-распределительных центров как в Узбекистане, так и в России. Есть необходимость и на территории республики Узбекистан создать оптово-распределительный центр для Чувашской республики и ближайших регионов, или также здесь, на территории Чувашской республики. У нас республика компактная, она находится очень удобно в самом центре Поволжья, на пересечении как и железнодорожных путей, магистралей автомобильных, так и есть международный рапорт. Думаю, все это может способствовать более тесному взаимоотношению и взаимодействию в части экономики. Не менее перспективные направления развития торговли – поставки химической и электротехнической продукции, лакокрасочных материалов, межкомнатных и входных дверей. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Цифровая трансформация экономики, подключение к широкополосному интернету, расширение вещания и увеличение тиражей местных СМИ. Эти и другие темы обсудили на коллегии Мининформполитики Чуваши. Прошлый год стал вызовом для всех отраслей экономики и социальной сферы, но СМИ Чуваши одними из первых доказали, что умеют работать в любых условиях. В период пандемии телевидение и радио увеличили вещание за счет дополнительных выпусков новостей. К сожалению, упали газетные тиражи, однако печатные СМИ сейчас активно осваивают интернет-пространство, становятся более совершенными технологически. Благодаря совместной работе филиала радиотелепередающего центра и национальной телерадиокомпании Чуваши удалось установить целый ряд радиопередатчиков в муниципалитетах и тем самым добиться практически стопроцентного покрытия территории Республики национальным радиовещанием. В числе задач информационная поддержка цифровизации экономики. К сожалению, для многих наших граждан тема цифры до сих пор покрыта тайной и мраком. Нововведение высокотехнологическое у некоторых вызывает страх, а мы этого с вами не можем допустить, поэтому считаем необходимым организовать широкую информационную кампанию по теме цифровизации. В государственный проект подключения к интернету входят 343 социально значимых объекта, 214 уже имеют доступ к сети. Среди них школы, ФАПы, пожарные части. В 2021 году Чувашия может довести интернет дополнительно более чем до 800 социально значимых объектов. Одновременно растет количество пользователей единым порталом госуслуг и количество самих услуг, предоставляемых в электронном виде. Благодаря соглашению, подписанному с некоммерческой организацией «Цифровая экономика», можно говорить об ускоренном внедрении цифровых технологий в различных сферах. Уже прошли стратегические сессии «Цифровая прокачка бизнеса», «Цифровая прокачка культуры и туризм», а в феврале 2021 состоялась «Цифровая прокачка спорта». На коллегии отметили журналистов, добившихся наиболее заметных успехов и вручили свидетельство о специальной стипендии талантливой молодежи. Работу отрасли и планы на будущее обсудили на коллегии Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашия. Вопросы отрасли в разрезе послания главы Чувашской республики, планы и итоги работы Министерства – такова была повестка дня расширенного заседания коллегии Минкультуры Чувашии. Прозвучало много цифр и фактов, характеризующих развитие отрасли. Акцент ставился на подготовке профессионалов. «Поэтому мы сейчас очень плотно работаем с нашим училищем культуры и с Институтом культуры. Речь идет о том, что нужно перезагрузить эти учреждения образования, для того, чтобы они готовили специалистов, которые придут не только сегодня в библиотеки, в сельские дома культуры, но готовы прийти на наши театральные площадки». Кроме того, отдельная задача стоит по разработке концепции работы театра оперы и балета. В совещании подчеркнули, чтобы творческий коллектив вышел на новый уровень, нужна большая работа по усилению репертуара, привлечению молодых кадров. Напомним, здание самого театра подвергнется серьезной реконструкции. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Новый порядок технического осмотра транспортных средств должен был вступить в силу 1 марта этого года. Но по решению председателя правительства России Михаила Мишустина его перенесли на осень. Принципиально это ничего не меняет. Правила уже утверждены. Мои коллеги разбирались в новом порядке осмотра. По новой системе карты техосмотра будут оформлять только в электронном виде, а машины при въезде и выезде будут фотографировать. Эти фотографии, как и сами карты, будут храниться в единой автоматизированной информационной системе МВД. Оформить диагностическую карту дистанционно больше не получится. Придется ехать в специализированный пункт, аккредитованный Российским Союзом автостраховщиков, и ждать в очереди. Сегодня в республике у нас насчитывается 29 операторов технического осмотра, 35 пунктов всего. По проведению автобусов у нас подготовлено 22 пункта. Под это личный состав в госавтоинспекции 41 сотрудников, которые имеют допуск по программе. Сегодня у нас личный состав готов для проведения технического осмотра. В республике за прошлый год у нас совершено более 61 ДТП с участием технического неисправного транспорта, при котором 13 человек погибло. Конечно, это не связано с прохождением технического осмотра, но, вы все знаете, используя транспорт, мы сегодня видим те технические неисправности, которые сопутствовали дорогу транспортных происшествий. Важное изменение в техосмотре транспорта для пассажирских перевозок. Правительство вновь передало контроль за состоянием автобусов, разной вместимости и маршруток ГИБДД, как это и было до 2012 года. Нам определена определенная задача при проверке технического состояния транспортных средств. В основном это и по пассажирским перевозкам. Возрастет нагрузка на всех станциях пункта технического осмотра. На пункты технического осмотра возложена очень большая ответственность. И тем более административная ответственность. В самом процессе проверки практически ничего не меняется. Специалисты оценят внешнее состояние автомобиля, проверят все фары и огни, давление в шинах, состояние подвески, тормозов, двигателя и далее по протоколу. По прогнозам экспертов, при новой системе техосмотра должна уменьшиться аварийность на дорогах. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Чебоксарца, защитившего незнакомую девушку от хулигана, посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага». Инцидент произошел весной прошлого года. Нетрезвый чебоксарец стал приставать к компании девушек. Когда те не захотели с ним продолжать общение, стал угрожать ножом. Убегая, девушки позвали на помощь. Происходящее заметил Федор Атемов. Вступился за них. Между мужчинами завязалась драка. Нападавший нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. От полученных травм Атемов скончался на месте. Прокуратура Чуваши поддержана государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя города Чебоксары. Он признан виновным в убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга, а также покушением на убийство. Приговором суда с учетом позиции прокуратуры республики виновным было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему было назначено два года ограничения свободы, которую он должен будет отбыть после освобождения из мест лишения свободы. Данный приговор законную силу пока не вступил. За мужество, самоотверженность и отвагу Федора Атемова посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага». Ведомственную награду вдове погибшего вручили по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Наказание без лишения свободы. Исправительный центр при колонии-поселении номер 8 в Алатарском районе работает уже два года. Его профиль – принудительная работа для осужденных. Подобных учреждений альтернативного лишения свободы пока в Чувашии больше нет. За это время через исправительный центр прошли 114 человек. Сейчас на принудительных работах находится 30. Приготовить себе обед, посмотреть телевизор, прогуляться в парке – все это вполне могут позволить себе осужденные, которые отбывают наказание в исправительном центре при колонии-поселении. Нарушения закона в данном случае нет. Сюда могут отправить сразу после вынесения приговора или перевести из учреждений строгого или общего режима. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Артема перевели из колонии строгого режима. Его лишили свободы за распространение наркотиков. Здесь он работает грузчиком на хлебзаводе. Строгий режим, все-таки там условия, там шесть заборов, колючка, там все здесь попроще. Ну, получше все равно. На вольном предприятии работаешь, как бы уже немножко другое. Ну, так адаптируешься, вот социально. Работа, дом приготовил, поспал, уехал на работу. Чего здесь нарушать-то нечего, как бы. Осужденные трудятся на предприятиях города «АллатР» вместе с местными жителями. Работу в центре подыскивают с учетом имеющихся навыков. Татьяна попала в центр из лечебно-исправительного учреждения в Цивильске. Девушка работает швеей. Уже все равно есть что терять, да, все равно есть какой-то стимул, да. Опять-таки, я понимаю, что у меня удон. В то же время я рада, что все так получилось, да. Я считаю это своего рода очень большим брюхом, потому что далеко не у всех получается, да. Даже этот вид наказания, это один из самых строгих видов наказания, да, не связанных с лишением свободы, да. Но он все равно, он гораздо более перспективный, скажем так, да. Потому что у тебя с местом лишения свободы, когда ты просто, да, долгие годы, если его ничего не видел, ничего не слышал, просто режим, 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 да. Ты ходишь обрушенный, тебе уже сложнее реабилитироваться, сложнее адаптироваться, да, сложнее войти в новую жизнь, да, здесь, конечно, уже немножечко постепенно есть возможность привыкнуть, привыкнуть обратно к тому образу жизни, которому как бы нужно. В здании, больше похожем на общежитие, живут женщины и мужчины. Здесь можно пользоваться сотовыми телефонами, интернетом, ездить на работу на личном автомобиле. С разрешения начальника исправительного центра проводить несколько часов в городе по своим интересам. Встречаться с родственниками. Такой вид наказания помогает лучше социализироваться после освобождения, считают сотрудники службы исполнения наказаний. Осужденные, не допускающие нарушения, могут проводить свой ежегодный отпуск за пределами исправительного центра по месту прописки. Также, отбыв одну треть наказания, осужденные имеют право, если они не допускали нарушения, проживать за пределами исправительного центра на съемной, либо личной жилой площади с своей семьей. Но сегодня у нас такой один осужденный имеется, который проживает за пределами исправительного центра. Проверку осужденных проводят утром и вечером перед сном. Им запрещено употреблять спиртные напитки, не говоря уже о наркотических средствах. Нарушителей режима центра по решению суда могут перевести в колонии общего и строгого режима. Таких случаев за время работы центра было не больше десяти. Наказание в виде принудительных работ получает самое большое распространение в Российской Федерации, как новый вид наказания. Осужденные в этом участке более свободно себя чувствуют, ближе уже к гражданской жизни. У них свободное передвижение, но по распорядку дня у них нет отличительных нагрудных знаков, могут иметь и имеют гражданскую одежду. Сами осужденные, сами себя обеспечивают и с федерального бюджета на них деньги не тратятся, они сами зарабатывают, сами же деньги этими денежными средствами и располагают. Практику принудительных работ как альтернативы колонии в Чувашии планируют развивать дальше. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. На предприятиях Чувашии активно реализуется проект укрепления общественного здоровья. Он включает в себя оздоровительные программы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Первое занятие по теме «Стоп диабет» прошло на одном из предприятий Республики. Что такое сахарный диабет? Излечим ли он? Какова статистика заболевания и чем оно опасно? Об этом и многом другом работникам предприятия рассказали специалисты. Узнать о болезни в теории хорошо, а проверить нет ли симптомов в организме, определить склонность к ней на практике еще лучше. Сотрудники холдинга, не отрываясь от рабочих мест, смогли пройти скрининг, получить полезные советы и консультацию эндокринолога. Взяли кровь из пальца, померили вес, рост и дали рекомендации на тему того, как снизить риск заболевания сахарным диабетом. Рекомендации я сегодня получила от эндокринолога. Мне надо УЗИ проходить. Как-то с правой стороны мне сказала она, что какое-то уплотнение есть. Поэтому я пойду сейчас УЗИ проходить. И если что-то у меня там выявится, естественно, пойду к эндокринологу на прием. Вовремя выявленные заболевания всегда легче вылечить. Это прекрасно понимают специалисты. Заодно с ними и работодатели. Здоровый коллектив – это ключ к успешному бизнесу. Совместный проект ЦИУЗа женщин Чувашии и Министерства здравоохранения будет продолжен. Планируется охватить определенные крупные предприятия нашего города темами такими, как профилактика сахарного диабета, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика онкологических заболеваний, здоровье матери и ребенка и здоровье мужчин. Нездоровье станут главной составляющей корпоративной медицины. Ведь эффект от них очевиден даже скептикам. Ульяна Питакова, Дмитрий Салманов, Республика. Уважение к родному языку, интерес к его истории не дадут ему исчезнуть. Ежегодная межрегиональная олимпиада по чувашскому языку и литературе подтвердила преемственность поколений в вопросе сохранения главного культурного кода. Язык – неоценимое духовное богатство, с которым народ живет, передавая из поколения в поколение мудрость, славу, культуру и традиции. В этом году в Олимпиаде участвуют и гости из Ульяновской области. Их шесть человек. Есть участники из Татарстана и, конечно же, Чувашии. Подготовка у нас, конечно, долгая. После уроков долго готовились. Ученики пришли с настроением. Ну, посмотрим дальше, как будет. У потенциальных победителей хорошие перспективы. Они смогут поступить в высшее учебное заведение на льготной основе. Задания Олимпиады вполне понятные. Я постараюсь выложиться по максимуму, чтобы набрать как можно больше баллов. Чуварский мы в школе изучаем с первого класса. Дается он мне легко. В семье тоже знают Чуварский, разговаривают. В Олимпиаде участвуют более 150 школьников. И с каждым годом их количество растет. Развитие чуварского языка, литературы, культуры, искусства, вышивки и вообще традиции у нас больше зависит от того, в какой обстановке ребенок вырастает. От семьи, от школы, от окружающих нам народа, от обстановки, от всего этого. Итоговый протокол по Олимпиаде будет размещен на сайте центра Эдкер в ссылке актуальная. Может быть не все участники выберут язык и литературу своей профессии. Но то, что они сохраняют главную ценность народа, бесспорно. Екатерина Шиверова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика. Большая помощь маленькому другу. Завтра, 27 февраля, в Мегамоле пройдет благотворительная ярмарка бездомных животных. С 12 до 18 часов кошки и собаки будут ждать своих потенциальных хозяев. Это у нас Мирон. Мирон у нас кот уже взрослый. Также где-то порядка 5-6 лет. Кот, конечно, шикарный. Он самостоятельный такой. Он в том числе, видите, он и ласковый. Он просто производит такое впечатление, потому что он такой здоровый, он такой серьезный. Но в то же время очень ласковый, потому что явно, конечно, был домашний. Мирона нашли в северо-западном районе города Чебоксары. Почти все лето он скитался по улицам. И его взял под опеку благотворительный фонд «Усатый и полосатый». Как и ровесницу Мирона Стешу. Она явно была домашняя. И очень девочка ласковая. Но вот, к сожалению, за это время на нее никто не обратил внимания. Она подойдет для людей, которые хотят, чтобы котик рядом лежал, урчал. То есть ты мог его погладить. Потому что она достаточно такая человекоориентированная. Но считаю, что она у нас одна из тех, кто больше всего заслужил уже наконец-то домой уехать. Вот уже два года Стеша живет здесь. Кошечку нашли в подъезде. У нее не работали задние лапки. Оказалось, у Стеши диафрагмальная грыжа пережала нерв. Ее прооперировали. Сейчас она здорова. А вот этой маленькой девочке всего лишь три месяца. Ее нашли совсем недавно. Какие-то нерадивые хозяева выбросили на улицу в мороз. Вот этот вот милый пушистый комочек. Вы только посмотрите на эту красивую мордочку. Возможно, она станет частью именно вашей семьи. Все обитатели этого котодома в прошлом домашние, но, видимо, стали не нужны своим хозяевам. И от них отказались, выбросили на улицу, как старую игрушку. В чем их вина пушистые, до сих пор не понимают. Поверьте мне, когда вы выкидываете своего питомца на улицу, мотивируя тем, что это кошка, и она все равно найдет пропитание, это неправда. Домашние животные, которые оказываются на улице, в течение максимум года, оно погибает. Это максимум. Это еще хорошо, если где-то кто-то кому-то приткнется. По большей степени это происходит намного быстрее. Особенно, когда их выкидывают в морозы. Очень любят у нас, как в мороз, так пошли у нас котят по подъездам. На выставке мечтают найти свою семью и воспитанники пункта передержки. Берн появился здесь два года назад. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен, его спасли. Теперь этот добрый и ласковый пес живет здесь, как и все воспитанники приюта. Сейчас их более 500. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должны уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами. И, соответственно, понимать, что собака тоже требует той же заботы, любви. Ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами. Значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. Если вы давно хотели обзавестись четвероногим другом, но не знали, где его найти, ярмарка-пристройство как раз для вас. Благотворительное мероприятие развернется на цокольном этаже мегамола. Вход на ярмарку свободный. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите корма, крупы, консервы, поводки, ошейники, век-препараты. Здесь будут рады любому участию. Сегодня в Чебоксарской детской школе искусств номер 2 состоялся первый всероссийский конкурс сольного и хорового пения «Академия вокала». Бесконечные репетиции, прогоны и пробы. Волнение участников невозможно передать словами. Маленькие солисты из разных городов России уже готовы показать свое мастерство членам жюри. Мне очень нравится заниматься музыкой. Я с пяти лет хожу на хор, играю на фортепиано, также пою сольно. Конкурс – это как раз и показатель, насколько ты хорошо умеешь петь. Музыкальные состязания имеют очный и заочный форматы. Это дает возможность принять в конкурсе участие и тем, кто по каким-либо причинам не смог приехать в Чувашию. Когда-то был конкурс-фестиваль городской, когда далее он вырос в межрегиональный. В этом году, первый год, он именно всероссийского уровня. Мы планируем ежегодно именно проводить данный конкурс. Выступление вживую – это то, чего так не хватало детям и их учителям. Поддержка зала особенно важна для юных исполнителей. Судьи рассматривают номера не только с точки зрения вокальных данных, но и культуры исполнения. У малышей, если допустим, нам, конечно, нужна чистая интонация, музыкальность, понимание о том, о чем они поют, раскрепощенность, естественность. Вот именно от ребятишек. От старших, конечно, хочется, чтобы уже услышать какую-то базу вокальную. Главная цель фестиваля – выявление талантливых исполнителей, популяризация и развитие вокально-хорового пения. Для всех конкурсантов подобные мероприятия – еще один шаг на пути к мечте. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Это были главные новости пятницы 26 февраля. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!